Костя бежал по дороге, раздвигая перед собой Лианы, спотыкаясь о корне, падая, поднимаясь и снова падая, не слушая, что там омолёт микрофон Алекс, только бы убежать подальше от жуткого места, где только что погиб его товарищ. Подожди меня! Костя, ты рюкзак забыл! Как же без рюкзака? Отругают нас, если потеряем! Костя остановился и обернулся. Шорох Лиан раздавался где-то в темноте, за пределами видимости. Это ты? Да, подожди! Дождись, Миша, и тут же двигайтесь дальше, здесь опасно оставаться. Саша умер. Они убили его, утащили. Мне жаль, Саша, он был добрым. Впереди показался Миша, с трудом пробирающийся через заросли, с двумя рюкзаками, перекинутыми через плечи, на одну лямку каждый. Саша помер. Да уж. Уйдите с дороги на тротуар, идите вглубь города. Путники бежали вдоль разбитых витрин по заросшей улице. Спустя минут пять Алекс сказал, чтобы они зашли в какое-нибудь здание. Костя и Миша остановились возле магазина. На вывеске продукты прямо над входной дверью отсутствовала буква «Р». Путники залезли в магазин через окно и оказались в торговом зале. Резкий, тухлый запах ударил в нос. Торговые стеллажи и стеклянные холодильники, расположенные по периметру помещения, были завалены продуктами, большинство из которых давно испортилось. Саша помер. Да, его очень жаль. Очень страшные. Столько рук и зубов. Костя, посмотри, вон за прилавком есть проход, что там? Костя, обойдя холодильную стеклянную витрину, подошел к узкому коридору, который заканчивался дверью. По левую сторону он увидел еще две двери. Они последовательно проверили все двери. Первая вела в небольшую комнатку со столом и креслом, возможно, когда-то тут сидел директор или бухгалтер. За второй дверью оказался туалет, в котором можно было бы в случае необходимости запереться, но хлипкий шпингалет не вызывал доверия. Когда Костя открыл третью дверь, Алекс сказал, что это идеальное место для нового пункта «Е». Очередное складское помещение со стеллажами, расставленными рядами и заваленными продуктами, срок годности которых давно истек, возможно, за исключением некоторых консервов. Костя запер дверь на металлический засов. «Вам нужно передохнуть». «Мне так жалко Сашу». «Очень жалко». «Да, нам тоже». «Мы могли умереть». «Мы убежали». «А если бы не убежали?» «Ну, мы бы умерли». «Костян, ты дежурный, потому что до этого дежурил Миша». «Хорошо». Миша лег спать, а Костя ходил вдоль стеллажей, рассматривая испорченные продукты. Многое из того, что там было, как подметил путник, можно употребить в пищу. Алекс сказал, пока ничего не трогать. Ревизию они будут проводить утром. Вернувшись домой, Аня обнаружила на писанном столе записку от Кости. «Не злись, я ушел в чащу. Я заработаю нам денег. Я там буду много дней. Я тебя люблю». Вокруг надписи брат нарисовал сердечки красной ручкой. Аня смяла листок и швырнула на пол. Горло подступил ком, но она сдержалась, чтобы не заплакать. В голове девушки закружились ужасные мысли об одиночестве. Аня переполняла уверенность, что в этот раз брат не вернется. Через два дня вернулся Захар. Аня сидела на кухне и смотрела телевизор, когда открылась входная дверь. Из прихожей раздалась тихая «Здрасте». И вскоре на кухне показался опекун. На часах было около четырех дня. «Быстро меня выписали». Аня ничего не ответила. «Слушай, нам надо поговорить». «А у меня есть выбор. Если я скажу «нет», ты просто отстанешь?» «Я бы хотел извиниться. Я плохо себя вел. Не знаю, что на меня нашло. У меня бывает. Иногда это неконтролируемая агрессия. Из-за нее я...» «Хорошо». «Что хорошо? Ты прощаешь?» «А как мне быть?» «Не знаю, что значит «как тебе быть». «Я боюсь тебя. Какая разница, прощаю я или не прощаю?» «Ты спасла мне жизнь. Я плохо помню, что произошло тогда». «Да и не хочу помнить. Просто спасибо. Серьезно, я благодарен». Опекун достал из пакета бутылку водки и какие-то банки, напоминающие детское питание. «Тебе с раны в горле можно пить?» «А кто сказал, что я буду пить?» Захар открыл шкафчик и достал резиновую клизму-спринцовку. «Отметим мой новый день рождения». «Зачем тебе клизма?» «Из-за раны в горле придется употреблять напиток весьма необычным способом». «О боже». Захар налил водку в кружку и набрал алкоголь в клизму. «Ой, подумаешь, что же мне, принцесса?» «Да, алкоголь будем потреблять через задний проход, а детское питание через рот». «Можно я пойду?» «Подожди, я должен рассказать тебе кое-что. Посиди, пока я сейчас вернусь». Захар с клизмой в руках направился в туалет. Девушка понимала, что ничем хорошим сегодняшний вечер не закончится. Но в её сердце теплилась надежда на хоть какое-то благоразумие опекуна. Захар вернулся на кухню через несколько минут. Покачиваясь, он подошёл к столу и опёрся на него руками. Стоял молча, прогнувшись в пояснице и тяжело дышал. «Ты в порядке?» «Ага, щиплет, зараза». «Щиплет?» «Задницу, задница горит». «Ох, подпускает, попускает маленько». Секунд через тридцать Захар сел на табуретку напротив девушки. Опекун положил на стол бумажку с телефонным номером. «Вот, можешь звонить в институт, в отдел путников». Аня тут же схватила трубку телефона и набрала указанный номер. Я ответил Семён Петрович. Он успокоил девушку, сказав, что с группой всё в порядке. Она хотела приехать, но руководитель объяснил, что её не пустят к координаторам и уж тем более к монитору. Единственное, что разрешается, это раз в сутки узнавать по телефону, как протекает поход и всё ли хорошо. Аня была и тому рада. Повесив трубку, она с облегчением выдохнула. «В порядке там наш путничек?» «Да, ты хотел что-то мне рассказать?» «Хотел, да, в общем, я, в общем. Когда мне было двадцать пять, у нас с Маринкой, женой, родился первый ребёнок, девочка. Я назвал её Варя. Жена была не против такого имени, хотя сама хотела назвать её Катя. Я решил, что Катя слишком много во дворе бегает, а Варя – редкое имя. Варька оказалась очень непослушной девочкой. Лазила везде, только отвернёшься, она уже на дереве висит вверх ногами. Но обезьяна, ей-богу. Когда дочке стукнуло пять лет, Маринка снова забеременела. На этот раз ждали пацана. «Есть курить». «Я не курю, ты же знаешь». «Ну да, ну да, что-то курнуть захотелось». «Не курил уже пять лет». «И не пил столько же». «Ну, в смысле, вот, до недавних дней». «Так вот, значит, парень должен был родиться». «Я тогда был здоровым, симпатичным молодым человеком, хотя уже и 30-летним». «Работал на заводе замом начальника производства». «Это достаточно серьёзная должность». Маринка сидела дома с ребёнком, а её старая приятельница школьная предложила ей работу. Она не знала, что Маринка беременная, живота ещё не было видно. «Мы подумали, мол, сейчас устроим её, потом она уйдёт в декрет, и нам будет небольшая денежка капать. А после декрета Маринка выйдет снова работать». Так и сделали. А за мелкой попросили Маринкину тётку присматривать. Не бесплатно, конечно, платили ей там что-то. Не помню уже, но совсем немного. И в один день, когда мы с женой были на работе, случилась беда. Варька выпала с пятого этажа. «Господи, какой кошмар». «Да, эта дура не доглядела». «Варя выжила?» «Варя выжила, да, но с тех пор наша жизнь резко изменилась. Варька поломала шесть позвонков, надорвала оба лёгких, видимо, когда она ударилась о землю, в лёгких был воздух, и разломала тазовую кость на множество кусков. Девочка осталась в сознании, когда тётка выбежала на улицу, схватила её и на руках отнесла домой. Потом вызвала скорую. Как сказал врач, нельзя было её трогать, а та взяла. Разломанные позвонки сильно сместились. Из-за сильнейшего повреждения Варьку полностью парализовала. Она могла только моргать, глотать и дышать. «Мне очень жаль». Когда Маринка узнала о случившемся, у неё произошёл выкидыш. Аня поменялась в лице и уже смотрела на Захара не со страхом и отвращением, а с жалостью. Девушка смогла проникнуться его болью, невзирая на прошлые поступки опекуна. После этого жена начала пить. Иногда она даже забывала накормить Варьку или убрать за ней. Я возвращался с работы и видел обкаканные пелёнки, голодной Варьки или лежащую в беспамятстве Марину. Какое-то время я пытался бороться с этим. Хотел даже увольняться, но на что бы мы тогда жили? В итоге я запил сам. Не знаю, как это вышло. Дал где-то слабину. Закончилось тем, что меня выгнали с работы, а мы с женой на пару спивались на кухне. Несколько раз я забирал из компании непонятных людей, таких же, как и мы, пропащих и бессмысленных. Она начала изменять мне. Я думаю, что по пьяни неосознанно. Чёрт её знает, как-то на самом деле всё было. Наши ссоры доходили до драк. Бывало, я бил её после измен. В итоге она съехала от меня с Варькой к своей бабушке, которой было уже под 80. Не знаю, как они там дальше, но раз приставы приходили за алиментами, наверное, они ещё живы. Мы разошлись без милиции и суда. Всё было тихо. Это просто ужасно. У меня нет слов. Так что, выходит, я соврал, что у меня двое детей. Один мёртвый ребёнок и один калека. Ну и жена шлюха и алкоголичка, которая бросила меня. Зачем ты мне это рассказал? Я хочу, чтобы ты знала, что я мог жить счастливо. Я мог быть другим человеком, если бы не... Если бы вы с женой не спили с чертям собачьим, если бы ты в приступе алкогольного психоза не бил жену, а она по той же причине не стала бы шляться, с кем попала, то, да, наверное, всё было бы по-другому. Ты ничего так и не поняла. Дело не в алкоголе, дело в жизненных обстоятельствах, в травмах и в смерти. Случилась проблема в семье, а вы вместо её решения давай пить вдвоём с супругой. Отличный ход, браво. Будешь? Нет, господи, убери это от меня. Прости, что-то меня развезло сильно. Теперь я могу уйти? Да, и дверку мне прикрой. Трамвай резко тронулся, следователь сделал пару шагов назад, чтобы восстановить равновесие, и взялся за поручень. Хотя город постепенно вымирал, и в вагоне практически все места были свободны, служитель закона по привычке ехал стоя. На первой полосе сегодняшней газеты, которую бесплатно раздавали возле остановки, он увидел заголовок. Четыре группы браконьеров в разных частях Южной и Центральной Африки были найдены жестоко убитыми. Он быстро прочитал статью, в которой описали метод убийства, а скорее, как подумал следователь, не убийства, а казни, и уставился в окно. Сначала у нас, теперь и у них. Феномен распространяется по всему миру. Как не страшно было жить под одной крышей с Захаром, который мог в любой момент выкинуть что угодно, страшнее было, что соседи могут вызвать милицию. И тогда хозяина квартиры лишат прав на опекунство, и Анне придется отправиться в детдом. Девушка два раза в день звонила Семену Петровичу, и хотя он разрешил только один звонок, все равно учтиво отвечал на все ее вопросы. С пониманием отнесся к ее тревоге за брата. Он даже объяснил Анне, почему ей нельзя приехать и пообщаться с братом. В институте уже были случаи, когда родители, поняв всю серьезность, в слезах умоляли своего ребенка вернуться, подрывая моральный дух, выполняющих столь важную миссию путников. Однажды ночью Захар в отрешенном состоянии завалился в комнату Кани и упал возле нее на кровать. Она попыталась растолкать опекуна, но тот, обращаясь к ней по имени Марина, лишь попросил погулять с Варькой, а Анне пришлось уйти спать на кухню на Костину раскладушку. На следующий день она купила в хозяйственном магазине пять шпингалетов и саморезами установила их на дверь. Аня старалась проводить дома как можно меньше времени, у нее было достаточно денег, чтобы питаться в районной столовой. Домой она приходила под вечер и сразу же шла спать. 150 километров до центрального корня чаще. На утро Костя с Мишей под руководством координаторов взялись проверять продукты. Они отобрали консервы, срок годности которых еще не истек, и отложили их на отдельную полку. Путники набили рюкзаки консервами и пластиковыми бутылками с водой. Вода заняла больше свободного пространства, да и весила немало. Но путники не рапотали, так как без еды еще можно кое-как прожить, а вот без воды нет. Весь день Костя и Саша провели на складе, набирая сил. Ели, пили, спали. Ночью тоже спали. И ели. И пили. После шестидневного скитания по зарослям, это место казалось им курортом, оплотом безопасности. Но ночь подходила к концу, и час выхода в мир кровожадных созданий чаще приближался. Миша вышел со склада первым, следом Костя. В тот момент, когда Миша проходил мимо уборной, из нее вывалилось со здания, слепленное из двух людей, спина к спине. Существо подскочило к Мише, опрокинуло путника и упало сверху. Найдите! Костя не знал, как подойти к монстру, потому что тот, второй, приклеенный к спине первого, скаля зубы, тянулся руками к Косте. При этом взгляд его был рассеянным. Он не смотрел на свою добычу, скорее он вообще не обладал зрением, но каким-то образом ощущал присутствие человека. Парень бессмысленно топтался на месте, не понимая, как ему поступить. Он пытался подойти ближе, но руки твари тут же тянулись к нему и приходилось отскакивать назад. Запрись на складе! Костя рванул на склад, схватил несколько весистых консервных банок и вернулся в коридор. Со всей силы он метнул банку в голову существу, протягивающему к нему руки. Банка попала со зданию, прям в лоб порассекла кожу. Крови не было. Погребенный под тушей двухтелой твари Миша умолк. Костя видел лишь его дергающиеся в конвульсиях ноги. Я сказал, запрись на складе, ты что делаешь? Создание оттолкнулось от пола и резко навалилось другой своей стороной на Костю. Путник взглянул в лицо смерти. Существо схватило его за горло и принялось душить. Но Костя успел просунуть пальцы между своей глоткой и ладонями монстра. И питомца себе заведу. Собаку. Нет, Алекс, динозавра или тигра. Даня? Костя чувствовал, как монстр сжимает его горло вместе с пальцами. Дышать становилось все труднее. Я кубик Рубика собираю. Куда он пропал опять? Потерял кубик Рубика. Попробуй упереться в него коленями. И локтем, локтем в морду его подопри да вылезай. Да не орите вы мне в ухо. Монстр сжимал Костю все сильнее. Путник свободной рукой залез в боковой карман рюкзака, что был под ним. И вытащил кубик Рубика, который Алекс разрешил забрать из комнаты отдыха. Костя поднес кубик к лицу Даньки и почувствовал, как ослабла хватка. Тварь схватила кубик и принялась вертеть его в руках. Костя воспользовался случаем и, оттолкнувшись коленями от монстра, выпался с под него. Вскочил на ноги и в ту же секунду пуля вылетела из коридора. Перевалившись через витрину, он оказался на улице и помчался, сломя голову по дороге. Падая и кувыркаясь, бежал, что было сил. Задыхаясь от бега и перенесенного шока, он остановился, лишь когда понял, что ничего не видит. Снял прибор ночного видения и включил налобный фонарь. Прибор оказался разбит. Видимо, когда он упал, удар пришелся на очки. Костя, тебе нужно где-то укрыться. Нам надо скорректировать план и решить, как быть дальше. Да, да, укрыться, укрыться. Он вертел головой, разглядывая в свете фонаря стены домов вдоль проезжей части. Куда тут? Куда? Вот, укрыться. Там можно укрыться. Он нырнул в узкий проем между домами и спрыгнул в подвальный приемок. Дверь в подвал была заперта, но тут он хотя бы был не как на ладони. Костя сел, прислонившись спиной к холодной бетонной стене и выключил фонарь, чтобы не выдать свое местоположение. Костя оказался в кромешной тьме. Костя, ты огромный молодец. Все будет в порядке, ясно? Да, я не паникую, не паникую. Точно? Точно. Миша умер, а они его убили. У него ноги тряслись, но я в порядке, я не паникую. Хорошо, сиди где сидишь. Хорошо. Я отключусь ненадолго. И как обычно? Будешь меня видеть и слышать? Да, я отключаюсь. Хорошо. Костя сидел в абсолютной темноте. На ощупь он достал с рюкзака бутылку и сделал пару глотков. Случившееся прокручивалось у него перед глазами, как при замедленной съемке. Будто прошла целая вечность, пока монстр душил его. А рядом, в конвульсиях, трясся уже мертвый Миша. Спустя пару минут раздался голос Алекса. Костя. Да? Ты прошел 155 километров. Это примерно половина пути до центра, даже чуть больше. До корня еще столько же? Да, примерно столько же. Мы не знаем, как поступить, идти или вернуться. Ты должен сам решить. Я пойду дальше. Ты уверен? Да, какая разница теперь, в какую сторону идти? Не забывая тебе еще возвращаться. Я вколю химикат, чаще умрет, я спокойно вернусь. Боюсь, что не все так просто. Не просто? Теоретически, да, ты вколешь, и она умрет, но не так быстро. Мы полагаем, что чаще будет умирать долго. Очень долго. Если вообще будет. Я смогу. Я уничтожу чаще, за всех, кого она убила. Я тоже убью ее. Я хочу уничтожить это зло. В мире столько зла, я должен остановить хоть какое-то. Хорошо, хорошо, Костян, ты только тише говори. Да, да, потише, потише. Значит, уничтожим чаще. Да, уничтожим. Почему ты снял очки? Разбил. Черт. Вернуться за Мишинами? Нет, нет, возвращаться нельзя. С фонарем пойдем? Наверное, придется с фонарем. Они видят? Да черт их знает, раздался голос Семена Петровича. Это лишь наше предположение, что они ориентируются с помощью органов зрения. Да, прошлая наша группа шла с фонарями, им удалось пройти 50 километров. А куда делись их очки? Долгая история, если коротко, то они их оставили, разбежавшись в разные стороны. От монстров? Да, мы потом еле собрали их всех, но вот снаряжение осталось где-то лежать. Не говорите Ане ничего. Ладно. Она будет сильно плакать, если узнает, что все умерли, и я один тут. И ругать потом меня будет. Как скажешь, ничего не расскажем. Я готов идти. Я хочу быстрее выйти из города. Да, да, давай, ты примерно в центре, до края на тебе еще километр. Друзья, если хотите помочь развитию моего канала и развитию моего творчества, сделайте, пожалуйста, репост либо этой серии, либо первой серии комикса. Лучше первой серии комикса своим друзьям. Порекомендуйте его. Тем самым вы очень сильно поможете в продвижении как моих книг, так и этого комикса. И, возможно, ну, не знаю, сейчас не хочу быть голословным про другие комиксы. Пока не буду говорить, но не исключено, что что-то мы дальше еще сделаем. Ну, это не точно, просто возможно такое тоже будет. Вот, друзья, спасибо большое за репост тем, кто сделал, откликнулся и помог. Вот, все, тогда до встречи в следующих видео, в следующей серии. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok